Переброску войск и техники, а также развертывание миротворческого контингента Российской Федерации в районах выполнения задач контролирует Национальный Центр Управления Обороны. Его начальник, генерал-полковник Михаил Мизинцев, поставил задачу дежурным сменам непрерывно контролировать создание авиационной группировки и организацию воздушного моста для пролета самолета в военно-транспортной авиации. А также доставку подразделений российского миротворческого контингента к местам выполнения задач. Организовано взаимодействие с Федеральной таможенной службой, погранвойсками, ФСБ, Россией, МВД и Росавиации. Заявленные страны подтвердили открытие воздушного пространства для пролета самолетов военно-транспортной авиации России с миротворческим контингентом. Дежурному генералу провести уточнение графика полета в воздушных судах, обеспечить одновременную работу двух групп самолетов Ил-76 в каждой по три воздушных судна. Интервал между группами не более трех часов с использованием воздушного пространства обоих заявленных стран. С первых минут получения приказа на создание российской миротворческой группировки организована переброска личного состава техники и материальных средств на аэродром вылета Ульяновска-Восточный. Национальным центром управления обороны обеспечено взаимодействие военной полиции, ГИБДД, администрации районов на оперативное и беспрепятственное передвижение воинских колонн подразделений 15-й миротворческой бригады в район сосредоточения аэродром-погрузки. Контроль движения всех воинских колонн, совершавших марш своим ходом на расстоянии около 250 километров, осуществлялся непрерывно. Мы проходим службу в особой миротворческой бригаде, где наряду с обычными дисциплинами проходим подготовку по миротворческой теме для выполнения задач в зонах вооруженного конфликта. Все военнослужащие бригады – это военнослужащие по контракту, с хорошей подготовкой, с поставленной задачей справимся. Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Это 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Их доставляют самолетами военно-транспортной авиации Ил-76. Основу российского контингента составит подразделение 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. По договоренности со сторонами конфликта российские наблюдательные посты появятся вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Виктория Шарая, События.